Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих в Одессе и в Украине, то вы смотрите нужное видео и нужный канал. 18 июля 2024 года. Этот день в Одессе проходит довольно-таки напряженно по следующим причинам. 11 часов 55 минут. Поступает инфа. Следите за сигналами воздушной тревоги. И буквально через пару минут у нас уже звучит воздушная тревога. Проходит немного времени и поступает информация. Есть угроза применения баллистического вооружения со стороны Крыма в сторону южных регионов. Все в укрытие. Через 2 минуты инфа такая. Баллистика летит в сторону Николаева. В окрестностях Николаева слышна канонада работы ПВО. Говорят, что слышен очень мощный взрыв. О прилетах ничего не сообщается. О разрушениях и пострадавших также. Зато в 12.15 нам сообщают отбой воздушной тревоги. Опасности по баллистике больше нет. 2 часа дня. Опять поступает тревожная инфа. Следите за сигналами воздушной тревоги. 2 часа 5 минут. У нас звучит уже воздушная тревога. И поступает сообщение. Есть фиксация пуска баллистики со стороны Крыма в сторону южных регионов. Баллистика летит курсом Николаев-Вознесенск. В Береславском районе Херсонской области слышна канонада работы ПВО. Поступает инфа. Цель больше не фиксируется. Зато в 14.25 фиксируется отбой воздушной тревоги. Одесса. 18 июля. 20.00. Опять поступает уже знакомое сообщение. Следите за сигналами воздушной тревоги. И в 20 часов 5 минут у нас уже звучит воздушная тревога. На этот раз инфа несколько другая. В Крыму работает ПВО. Но могут быть пуски баллистики. Будьте в укрытии. Минут через 10 информация такая. В нашу сторону ничего не летит. И в 20 часов 20 минут прилетает оповещение отбой воздушной тревоги. У нас в Одессе очень жарко. Температура плюс 37, плюс 38 градусов. Добавьте к этому регулярные отключения электроэнергии 3 через 6. 3 часа свет есть. 6 часов его нет. Холодильники и хозяева холодильников очень и очень недовольны. Я кстати тоже. Но все мы прекрасно понимаем от чего это и почему. 20 часов 38 минут. У нас в Одессе снова звучит воздушная тревога. На этот раз информация такая. Была фиксация пуска баллистики в сторону Одессы и Одесской области. По инфе, которая поступает, понятно одно. Цель неминуемо приближается к Одессе. 20 часов 42 минуты. У нас раздается два очень мощных взрыва. Через минуту поступает инфа «Цель сбита». Всех просят оставаться в укрытии. Что я и делаю в данный момент. Как говорит один мой старинный приятель, жить можно, радоваться нет. Вот такие новости у нас в Одессе и в Украине. Моим дорогим соотечественникам и землякам мирного неба, всего самого наилучшего. Берегите себя, дорогие мои. И даст Бог. До новых встреч.